Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и сегодня мы с вами продолжаем нашу карьеру за игрока в FC24, за Луиса Агиры, аргентинского нападающего, который на данный момент выступает за Дорнундскую Барусию. Наш агент преподнес нам новый интересный момент, возможно, в нашем будущем, помимо Баруси из Мюнхен-Гладбаха и Барселоны, также нами заинтересован мадридский Атлетика. Переговоры будут, скорее всего, вестись, но это все, естественно, потом, может быть, действительно в следующем сезоне, но на данный момент мы новоиспеченные игроки Дорнундской Баруси. И вот у нас дебют в Кубке Германии против Хайнхейма, и вот так вот уже на восьмой минуте Луиса Агиры отправляет первый мяч в сегодняшнем выпуске в ворота соперника. Отлично, если прошел и смог протиснуться мимо последнего защитника команды соперника, и в итоге открывает счет в этом матче. Ну вот так вот уже на 26-й минуте команда Хайнхейм из низшей части турнира таблицы, если не ошибаюсь, они занимают последнюю строчку на данный момент в Бундеслиге. Ну вот так вот у Луиса Агиры получилось отдать голевую передачу еще в первом тайме, и Юлиан Бранд отлично реализовал свой момент. Здесь мы уже видим моменты из второго тайма, и пушечный удар с правой нерабочей ноги Луиса Агиры забивает на 56-й минуте, увеличивая счет до разницы в два мяча. И вот так вот уже два забитых мяча и голевая передача. Очередная атака в концовке здесь уже самого матча Агиры на дриблинге ушел от одного, отдает в итоге передачу на Брандта, и он забивает дубль. А у Луиса Агиры 2 плюс 2 по забитым мячам и голевым передачам. В итоге Баруси одерживает разгромную победу на своем поле и выходит в следующую стадию турнира. Решили мы прокачать выносливость и дальние удары и силу удара. Сейчас встречаемся мы с командой из Бремена, это Вердер. Вот посмотрим, как же сложится наша игра в шестом туре Бундеслиги. Начало матча, Луиса Агиры неплохо и сразу же открывает счет первым же ударом в этом матче. 1-0, Баруси выходит вперед, ну а Луис Агиры пока что в шикарной форме в сегодняшнем выпуске. Ну вот, за два матча, за второй, так сказать, не законченный еще, уже смог оформить три забитых мяча. Два в Кубке Германии, вот сейчас еще и в чемпионате отличился. Ну видно, что Вердер мало создает каких-либо моментов, практически их и не было как таковых опасных. А вот атаки Баруси действительно были и голевыми, и результативными. Луис Агиры забивает дубль уже во втором тайме. Увеличивает отрыв от команды соперника. Луис Агиры забивает четыре мяча в двух последних матчах. Ну давайте еще раз посмотрим этот шикарный момент. Здесь отлично убрал, дальше с мячом продвинулся. Зона-то пустая как раз была и шикарным ударом от штанги отправляет мяч в ворота. А здесь уже в концовке последние 10 минут Луис Агиры забивает хэт-трик в ворота Вердера. И, скорее всего, победа уж точно будет за Баруси в этом матче. А вот разгромная линь. Но Луис Агиры после этого матча, точнее после этого забитого мяча под аплодисменты трибун отправился на скамейку запасных, чтобы получше подготовиться к следующей встрече в Лиге чемпионов. Ну а здесь видно, что и без Луиса Агиры продолжается голевое шествие дортмундцев. В итоге Адееми забивает окончательный мяч в этом матче. 4-0 победа за дортмундом. Но здесь мы зашли и посмотрели, что Хавер Мунис отыграл в Лиге чемпионов первый матч и гол смог забить. Но вот второй тур Лиги чемпионов. Важная действительно игра. Баруси Адортман против Манчестер Сити. В прошлом сезоне, если я не ошибаюсь, Сити в нашей реальности, в нашем мире, они выиграли Лигу чемпионов. К сожалению, у нас в прошлом выпуске, кто видел, тот видел, произошел баг с нашим игроком из нашей вселенной. Харри Уолкер из FIFA 23 перестал быть как бы игроком Сити на позиции ПФА. А стал центральным защитником и непонятно, к сожалению, с каким даже рейтингом. Поэтому пока что только у нас получается два футболиста. Это Хавер Мунис, мексиканский нападающий из FIFA 22 у нас здесь. Он вот как раз в Мадридском реале выступает и получается Луис Агиро. Ну вот так. Тем временем Манчестер Сити два мяча быстрых забили ворота Баруси. На их тем более еще и поле. Но вот Луис Агиро пытается сейчас отквитать вот эти вот два недоразумения, которые влетели в ворота Кобеля. И в итоге, если не ошибаюсь, Луис Агиро, кстати, дебютный гол забивает. Он голевую сделал в прошлом матче. Если я тоже не ошибаюсь против Донецкого Шахтера. Но вот и первый гол во второй встрече для Луиса Агиро в принципе в этом турнире. И вот она у Родри был еще и хороший момент в концовке матча. Но в итоге увеличить преимущество у Сити не получилось. И в итоге в любом случае минимальная победа за горожанами. Ну и нам также показывают, что на товарищеские матчи сборных Луиса Агиро вызвали. Вот так вот выглядит его карточка. Лучшие характеристики на ваших экранах были. Но у нас матч в Бундеслиге на выезде в Франкфурте на Майне против Айнтрахта. Седьмой тур Бундеслиги. И вот посмотрим. Посмотрим, как все-таки здесь у нас что получится. У нас, кстати, в этом матче тоже небольшой баг такой произошел. Потом, наверное, вот мы его заметим. Но пока что видим, что по первым минутам отлично действовали игроки Боруссии. Вот видите, да, вот про вот этот баг я как раз и говорю, что темный газон. Вот так вот именно освещение на газоне при повторах. Поэтому вот как так. Ну а здесь еще и пенальти. Назначают ворота гостей. Уоткинс подходит к мячу. Удар и гол. Блин, Собайни еще и на желтой карточке сейчас. Ну, получается как-то вот так. Были, были опасные моменты. И вот видите, еще и удар по перекладине от Луиса Агиро. Но не везет. Знаете, вот такое действительно бывает. Ну, везет тому, кто везет. Но здесь не в этот раз, не в этом случае. Атаковали игроки Боруссии больше. Но количество не означает качество. Вот здесь вот буквально вторая атака Айнтрахта. И Воткинс вроде бы снова забивает в этом матче. И делает счет 2-0. Но вот здесь тоже Луиса Агиро на 65-й минуте. Там ошибка была, если не ошибаюсь, в обороне, да, вот у Айнтрахта. И быстро и хладнокровно реализовали этот момент игроки Боруссии. Но по итогу Айнтрахт забивает еще один мяч. Здесь уже счет 3-1. Но Луиса Агиро буквально сразу после пропущенного мяча побежал вперед. Вот забил второй мяч в этом матче. Вот здесь тоже снова видно проблемы эти с газоном. Вот забил второй мяч в этом противостоянии. Но до победы дотянуть, к сожалению, не получилось. Дубль Воткинса и гол Баэны все и решили. Но Луиса Агиро в любом случае результативные действия на себя записал. У нас 29-й уровень. Давайте прокачаем дриблинг и баланс и ловкость. Надеюсь, это нам поможет. Но у нас вот как раз вызов в национальную сборную. Посмотрим, чего достигнет новый талант из Аргентины, который стал в первом же своем профессиональном сезоне лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По вот именно количеству забитых мячей за один сезон. И также перешел в одну из тех команд, где очень хорошо работают с молодежью. Очередное, кстати, видите сейчас попадание в перекладину от Луиса Агиро. Снова видим шквал атак. Но не хватает, наверное, какого-то действительно хладнокровного завершения. Видите, здесь где-то не повезло. И штангу попал Луис Агиро. Вот он сейчас с мячом. Можно и пробить, но вот здесь замешкался, наверное, попытался или хотел переиграть как-то вратаря. Не получилось. А вот здесь отлично запрессинговали. И в итоге гол. 1-0 в концовке первого тайма сборной Аргентины. Вот в таком интересном прессинге. Гарначи здесь так вышел на вратаря. Но по итогу неточный пас от вратаря. И счет уже 1-0. Во втором тайме не получилось здесь реализовать хороший момент. После передачи от Луиса Агиро вот здесь такой интересный раскат от сборной Венгрии. И уже 1-1. Если я не ошибаюсь, не будет никаких у нас здесь Кубков Америки. Если я действительно не ошибаюсь. Поэтому единственные турниры официальные, где мы можем себя проявить, это чемпионат мира. Ну, я тоже, вот, кстати, не знаю. Раньше было, что и отборочные какие-то матчи проводились среди сборных Южной Америки. Ну, не знаю, как будет здесь. Но в итоге вот видим сольный проход от Луиса Агиро. И забитый мяч в ворота сборной Венгрии. Еще один слаломный проход. Попытались игроки сборной Венгрии отобрать мяч. Не вышло. И в итоге счет уже 3-1. На 71-й минуте Луис Агиро забивает дубль. Ну, действительно, момент замечательный, шикарный. Ну, подустали. Подустали, может быть, действительно, игроки обороны сборной Венгрии. Но, как итог, мы видим сейчас еще один забег от десятки сборной Аргентины. Взял он на себя такую ношу Луиса Агиро и взял вот легендарный номер в этой сборной. Диего Марадонна и Леонель Месси играли под этим номером. Но, как мы видим сейчас, уже второй у нас сезон в карьере. И Лео Месси не вызывают в сборную. Не знаю, закончил ли он там карьеру. В следующих выпусках, может быть, мы обязательно посмотрим. Числится ли он в составе Интер Майами. Посмотрим. Но у Луиса Агиро хэт-трик. И вот еще и голевая передача в концовке встречи. В итоге счет разгромный. 5-1. Ну, вот. Набирает результативные действия Луиса Агиро. Не только в составе Дортмундской Баруси, но и в составе сборной Аргентины. Хоть и в товарищеских матчах. Ну, а что нам остается делать, если официальных матчей пока что нет у нас. И вот так вот Ирландия начала этот матч. На 28-й минуте открывает счет. Ну, вот теперь Агиро и компания должны что-то с этим придумать. Хотя в итоге Нико Гонсалес, если я не ошибаюсь, забивает в концовке первого тайма сравнивает счет. А вот у нас здесь еще и пенальти. Если вы думали, что на забитом мяче Гонсалеса все и закончится. Нет. Первый тайм еще продолжался у нас. И вот он. Фолл. Со стороны сборной Аргентины. Пенальти. И забивает Браун. 2-1. Ирландия выигрывает по итогам первого тайма. Уходят на перерыв, ведя в счете. А вот так вот выходят с этого перерыва, увеличивают преимущество в матче. Тем более, играя на Ла Бомбонеро, если я не ошибаюсь. И в итоге Аргентина проигрывает 2 мяча. Но Луис Агиро молниеносно включается в этом матче. Забивает свой первый мяч в этой игре. И счет уже не такой уж проблематичный. Всего лишь 2-3. Времени-то еще много. И вот снова отлично проход. И вот такой вот курьез здесь произошел. Если мне не изменяет память, действительно, это один из самых моих именно курьезных голов за все время игры в FIFA. И вот теперь получается в FC. Вот как-то так. Агиро забивает дубль. Сравнивает счет в матче со сборной Ирландии. Но вот так. Таким курьезным случаем. Но все-таки сравнивает. И, ну, наверное, у Луиса Агиро в приоритете именно вот эта часть поля. Именно эти ворота. Потому что именно в них Агиро снова забивает 3 мяча. Выводит сборную Аргентины вперед в товарищеском матче против сборной Ирландии. И вот 6 забитых мячей в двух последних матчах за сборную Аргентины у этого аргентинского нападающего. Матч так и закончился. Со счетом 4-3. Действительно интересная развязка. Но вот как-то так. Забирает Агиро мяч. И вот такие у нас итоги сегодняшнего выпуска. Друзья, всем спасибо большое, кто смотрел данный видеоролик. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка есть в описании под этим стримом. Ну, а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok